На телеканале НСН новости в студии Ксения Кощеева. Здравствуйте. Выпуски к этому часу. В Краснодарске усилен контроль за соблюдением чистоты в общественном транспорте. Как теперь будут штрафовать перевозчиков за грязь в автобусах? Один круг, один круг. И автобус вот сейчас, я имею в виду, не в каких-то хороших, да, вот сейчас, он грязный полностью. 41 дом для погорельцев построен в поселке Стрелка. Что еще предстоит сделать и какие претензии возникли к качеству нового жилья? Хирурги Краевой больницы восстановили лицо пациенту. Какое решение нашли врачи, чтобы провести уникальную операцию? У меня даже надежды не было на то, что я смогу разговаривать в полном объекте. Даже такого не было, когда я сюда ехал. Необычная выставка моделей высокоскоростных поездов мира открылась в Красноярске. Кто собрал ценную коллекцию и где ее можно увидеть? Данный высокоскоростной электропоезд «Теживи Сюдест» первого поколения я купил в Париже. Итак, в Красноярске ужесточают контроль за санитарным состоянием общественного транспорта. Отныне проверять автобусы будут чаще, а штрафовать перевозчиков начнут за каждый грязный салон и без предупреждения. Одна из таких инспекций состоялась сегодня. Сергей Сеславин выяснял, кто и как отвечает за чистоту в маршрутках. Нему слово. Поручни. Контролировать санитарное состояние автобуса приходится буквально в ручном режиме. Полы, поручни, спинки, кресел и даже уплотнитель члены комиссии ощупывают буквально все. В самые темные углы салона глава департамента транспорта Игорь Ким заглядывает вместе с руководителями предприятий. Выяснилось, доску водитель использует, чтобы подпирать крышку капота, если в пути придется ремонтировать барахлящий двигатель. Правда, такая изобретательность совсем не помогла перевозчику пройти санитарную проверку. Согласно санитарным нормам, автобус должны мыть после каждого рейса. Протирать должны все поверхности, чтобы пассажир, зайдя внутрь, собственной одеждой не собрал грязь. Подметать полы, убирать пыль и мелкий мусор. Согласно регламенту, все это обязанность кондуктора и водителя. Более того, в начале и в конце смены они должны проводить генеральную уборку в салоне. Ответственность за чистоту в автобусах несет и сам перевозчик. Именно в его интересах не запятнать свою деловую репутацию. Правда, по словам частников, зачастую в том, что в транспорте грязно, виноваты и сами пассажиры. У ежедневного кондуктора приводят примеры, когда в салонах автобуса семечки щелкают, бросают бутылки. В том числе отдельные личности не стесняются заходить со спиртными набитками в салон автобуса. Пыль и грязь, но сейчас такие погодные условия, вы сами понимаете. Автобус выезжает, вот с утра я вам просто привожу пример. Автобус выехал с утра, чистый, после мойки. Вот он после мойки выезжает, все. Один круг, один круг. И автобус вот сейчас, я имею в виду, не в каких-то хороших, да, вот сейчас, он грязный полностью. Мнение перевозчиков отчасти разделяют и сами горожане. Ведь очевидно, что мусор в салоне появляется не сам по себе. Ну, зависимость от автобусов, разных автобусов, по-разному. Бывают автобусы, в которых очень чисто бывают, грязные. Все зависит от кондуктора. Перевозчики могут после пассажиров, конечно, убирать, но это проблему-то не решит. За несоблюдение санитарных правил перевозчиков муниципальных и коммерческих будут штрафовать без предупреждения. Причем отныне за каждый грязный автобус. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 3 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам от 20 до 30 тысяч. В мэрии обещают, такие проверки будут проводить чаще и абсолютно на всех маршрутах, в обязательном порядке, учитывая жалобы пассажиров. Направлять их можно по телефону горячей линии 256-8404. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Новости. Но в Минусинске за последние два года вообще не поступило ни одной жалобы на санитарное состояние городских автобусов. Об этом сообщили в местном управлении городского хозяйства. В южной столице края именно этот орган контролирует вопросы чистоты в общественном транспорте. Как удалось добиться таких результатов, расскажет Артем Ахальников. Муниципальной автотранспортной компании в Минусинске нет. Однако на маршрутах работает три частных перевозчика. Раньше их было гораздо больше, но сейчас остались только самые крупные компании. За соблюдением санитарных правил следят неукоснительно. Ежедневно их проверяют специальные контролеры. А пожаловаться на грязь минусинцы могут в управление Роспотребнадзора или в управление городского хозяйства. В рейс автобусы выходят в 6.20 утра, заканчивают работу в 10 вечера. Обязанность следить за чистотой и порядком в первую очередь ложится на кондукторов. Без предварительной влажной уборки на маршрут не выходят. В течение дня мы проводим уборку, протираем поручни. Бывает, что на улице много пыли, и пыль оседает во время того, как люди заходят в автобус. В должности кондуктора Дарья трудится уже полгода. Каждый вечер или утром до того, как выйти на маршрут, она совершает очень важную работу. Наводит порядок. Днём тоже не приходится сидеть без дела. Бывает, что на конечных успеваем помыть полы за 10 минут, пока стоим. Или просто подметаем полы, чтобы не было такой вот ощущаемой пыли. Пассажиры, как правило, к санитарному состоянию автобусов нареканий не имеют. Претензий разве что к старому транспорту, который служит не одно десятилетие. Но устаревшей техники немного. Очень хорошие. Есть автобусы, вообще приятно ехать. И обслуживание девочки всегда. Отзывчиво, если что-то спросишь. В большинстве случаев они чистые. Более-менее хотя бы. Даже вот сидушки сами. В принципе, очень даже неплохо. По частоте, ну вот сколько мне доводилось. Я на 14-м езжу. Нормальное вроде состояние такое. Не скажу, что там были грязные или там убитые какие-то автобусы. Контролируют работу транспортных компаний в основном управление городского хозяйства. В ведомстве отмечают, за последние два года на грязь в автобусах не поступило ни одной жалобы. На санитарное состояние автобусов жалоб у нас не поступает. Иногда бывают обращения граждан на то, что не вовремя пришел автобус. Мы связываемся с перевозчиками, выясняем причину. Как правило, это связано либо с погодными условиями какими-то, либо с поломкой транспортного средства. В случае, если жалобы на грязь в транспорте появятся, управление городского хозяйства обязано перенаправить их в надзорные органы. И если информация подтвердится, перевозчика привлекут к административной ответственности в виде крупного штрафа. Артем Махальников, Станислав Беркий. Новости. Необычная выставка моделей высокоскоростных поездов мира открылась в Красноярске. Кто собрал ценную коллекцию и где ее можно увидеть, расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 38 семей в поселке Стрелка, потерявшие жилье в майских пожарах, получили ключи от новых домов. Больше половины уже заселились. Завершить все работы здесь обещают уже 14 ноября. Сейчас все силы подрядчиков направлены на достройку микрорайона и на устранение замечаний. Жители нескольких домов остались недовольны работой строителей. В ситуации разбиралась Анжелика Александрова. Инспекции в поселке Стрелка уже дело обычное. Каждую неделю сюда приезжают контролеры, чтобы лично проследить за стройкой. Вот и на этот раз нежданные гости начали проверку с первой улицы. Домой приходишь, чувствуешь, что дома не у тяжих людей. Уже комфортнее и тепло. Сразу захочешь, тепло, так хорошо. Новым жильем семья Адамюк довольны. Не скрывают, недочеты есть. По части сантехники и обои кое-где уже отходят. Все замечания фиксирует специально созданная комиссия. И ни одно из них не останется без внимания. Я считаю очень важным, принципиальным, когда мы добиваемся полного устранения тех замечаний, тех недостатков, которые у нас были по строящимся домам. Поэтому вот на два дня назад у нас было полностью устраненных замечаний по домам 12. Сегодня мне уже говорят 15. И думаю, как раз вот эти два-три дня, когда мы постараемся все замечания, мы говорили, кстати, о 15-м, думаю, что эта дата будет 13-й, когда мы все устраним. На соседней улице Примирения контролеров встречает восьмиклассница Марина Мироненко. Две недели назад ее семья получила долгожданные ключи от коттеджа. Почти четыре месяца ожидания от того стоили. Теперь в просторном благоустроенном доме жить – одно удовольствие. Комната моя, брата и сестры. Я сплю здесь. Это мой рабочий стол. Я здесь делаю уроки. Здесь стол сестры. Сестра спит на втором этаже, брат спит на первом. Мне в комнате очень нравится. Здесь очень уютно. Вот прям вообще. В микрорайоне Восточный уже несколько недель своих хозяев ждут еще три готовых дома. Администрация никак не может разыскать владельцев. А ведь именно сейчас минусовые температуры так важно хорошо протопить новостройки, чтобы не разморозить систему отопления. Пока этим занимаются сами строители. 38 семей в поселке Стрелка уже получили ключи от новых домов. В 21 коттедж заехали новоселы. Все они довольны своим нынешним жильем. Но есть и те, кто утверждают, их дом категорически непригоден для жизни. Правда, претензии генподрядчику выражают жители всего трех домов на последней улице. Единение. Здесь действительно самый низкий уровень готовности. По просьбе одного из хозяев строители уже устранили с десяток недочетов. Но пока так и не пришли к компромиссу. Был заменен утеплитель. Изоспан заменен. Соответственно, все эти материалы. Частично доски мокрые. То есть зашиты фасады фронтоны. Все, собственно, вот так. Но сейчас, говорят, по-прежнему мокрые провода. Ну, вы поймите, смотрите, дом строился в межсезонье. То есть были определенные условия непростые. Не лето, не зима. Поэтому дом требует необходимой сушки. Это требует времени. То есть дом надо топить. Соответственно, пройдет время, и все это высохнет. Топить хозяин не собирается. Поэтому просушкой его дома занимается бригада отделочников. И живут они, кстати, здесь же. Елена Тимошенко, 22 года. Работает на стройке. Поясняет, на мокрые стены обои клеить бы не стало. Стены сухие. А потолок натяжной можно делать? Конечно, мы его прошли антисептиком. Он был сухой. Вот он высыхает. Вот мы его только прошли. Вот посмотрите сами. Буквально 30 минут мы его покрасили. Он начинает уже сохнуть. И если потолок был бы сырой, он бы стоял бы мокрый. Он бы не сох. А он высыхает. Это о чем-то же говорит, что доски сухие. Рассохнет потолок. Сроки сдачи последних домов сдвинулись еще и потому, что это уже вторая бригада отделочников. Работу первых горе-мастеров генеральный подрядчик просто не принял. Последние три дома по улице Единения обещают закончить в начале следующей недели. К 14 ноября микрорайон будет полностью готов. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов. Новости. В Краснодарске сегодня и завтра временно перекроют центральные улицы. Ограничения связаны с торжественным парадом, который посвящен Дню сотрудника органов внутренних дел и столетию образования милиции. Уже сегодня с 6 часов вечера и до 12.30 ноября парковка будет запрещена на площади революции, где и пройдут основные праздничные мероприятия. Нельзя будет оставить машину на Карла Маркса на участке от улицы Декабристов до диктатуры пролетариата. По проездам вдоль здания Краевой библиотеки РЖД от проспекта Мира до Карла Маркса. На Дзержинского от проспекта Мира до Урицкого и на Горького от Мира до Баграда. Также с 20 часов сегодня до 15 часов 10 ноября будет запрещен въезд на площадь Мира со стороны Триумфальной арки. А непосредственно в день праздника 10 ноября с 9 утра до 12 часов будет уже полностью ограничено движение на Карла Маркса от улицы Декабристов до Кирова вдоль зданий Краевой библиотеки РЖД. По Дзержинского от Мира до Урицкого. По Горького от проспекта Мира до Баграда и по диктатуре пролетариата от Урицкого до Мира. В Красноярске запускают дополнительную городскую электричку. С пятницы 10 ноября поезд до станции Злобина будет отправляться от железнодорожного вокзала в 16.33. Время в пути составит 25 минут. Пассажиры смогут раньше уезжать из центра города на правый берег. Напомню, состав будет курсировать только по пятницам. Также продлен маршрут электрички Красноярск-Снежница. Теперь он будет начинать путь со станции Злобина в 17.53. Такой же сквозной поезд позволит пассажирам без пересадок добраться с правой бережья. В центр состав будет курсировать по расписанию. Это дополнительные электропоезда для тех, кто в пятницу раньше заканчивает работать и возвращается с работы домой. Но и для тех красноярцев, которые именно в пятницу вечером отправляются уже за город. В данном случае вот эти дополнительные поезда были назначены в связи с пожеланиями красноярцев исключительно, чтобы удобно было уехать. В Кровой больнице провели уникальную операцию по протезированию челюсти. Подобной технологии за Уралом до этого не применялись. Какие решения нашли хирурги совместно с учеными, чтобы восстановить пациенту лицо? И как он себя чувствует? Расскажет Алина Штоколова. Андрей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Замечательно. После операции прошла всего неделя, но Андрей Колесников уже выглядит очень хорошо. На лице еще есть небольшая припухлость, но это скоро пройдет. Хирург Иван Кан рассказывает, опухоль, которая начала расти у пациента еще 10 лет назад после травмы, в буквальном смысле съела огромный фрагмент челюсти и сустава. Если бы не вмешательство, процесс бы не остановился. Приняли решение о протезировании нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава. Для этого мы индивидуально спланировали этот протез. И методом 3D-печати его изготовили из титана. Причем изготовлена была и суставная впадина для того, чтобы этот сустав мог функционировать как положено. Пять часов врачи краевой больницы вместе с профессором кафедры челюстно-лицевой хирургии Красноярского медуниверситета проводили уникальную операцию. Первую и единственную за Уралом. Однако ее подготовка заняла гораздо больше времени. Титановый протез, который разработан именно для этого пациента, печатали в Москве. Наши специалисты совместно со столичными инженерами проработали абсолютно все мелочи. К протезу прикрепили мышцы, чтобы новая челюсть работала как родная. С помощью компьютерных программ и уже известных и принимаемых в Российской Федерации технологий диагностики, подготовки, изготовления протезов и имплантов, нам удалось получить именно тот имплант, который замещает дефект внешней челюсти, образовавшийся после удаления опухоли. Хирургам было важно восстановить лицо Андрея Колесникова, ведь мужчина работает с людьми, и ему просто необходимо и хорошо выглядеть, и хорошо говорить. Пациент оказался благодарным во всех смыслах. Восстановление идет очень быстро. У меня даже надежды не было, что я смогу разговаривать в полном объеме. Даже такого не было. Когда я сюда ехал, там было избавиться от опухоли. Потому что это, ну, вы сами понимаете, смерть. Благодаря всему коллективу, всего отделения, от заведующего отделением, от всех врачей, медсестры, ну, просто вот вне всяких похвал. Чудо. Просто волшебники. И это чудо врачи совершили абсолютно бесплатно за счет фонда ОМС. Хотя в некоторых клиниках стоимость подобной операции может достигать полумиллиона рублей. Мужчина уже готовится к выписке и с удовольствием строит планы на будущее. Он хочет как можно скорее вернуться на работу. И больше не болеть. Алина Штоколова, Алексей Овсяников. Новости. Заброшенному кинотеатру «Родина» нашли применение. Туда переедет Дом дружбы народов. Все подробности через несколько минут. Дом дружбы народов. Глава города Сергей Еремин подписал распоряжение о предоставлении Игорю Титинкову отпуска с последующим увольнением по собственному желанию. До 16 ноября чиновник продолжает исполнять свои обязанности первого заместителя главы и руководителя департамента городского хозяйства. Напомним о возможном увольнении Титинкова заговорили после неоднозначного ремонта центральных улиц Красноярска. По словам Сергея Еремина, городским властям предстоит провести ревизию всего сделанного вместе с приглашенными со стороны архитекторами и составить план работ на 2018 год. На этот раз подготовка всех документов и торги по определению подрядчиков должны быть определены до конца марта 2018. Все недоделки обещают исправить. Кроме того, должен измениться сам принцип работы с подрядными организациями. У нас контракты сейчас исполняются с отсрочкой платежа. Мне кажется, в современных условиях необходимо вырабатывать такую модель, чтобы оплата производилась за часть выполненных и принятых техническими службами работ. То есть это не создает дополнительное финансовое бремя на подрядные организации и дает им оперативную степень свободного маневра. Потому что объекты достаточно тяжелые, со стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Дом дружбы народов Красноярского края переедет в здание кинотеатра «Родина». Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Ус на встрече с лидерами национально-культурных объединений региона. Уже в следующем году будет заказан проект реконструкции, а в 2019 году кинотеатр будет отреставрирован. Причем и строительство, и создание концепции должно объединить национальные автономии. Предполагается, что и само здание после реставрации, благоустройства территории вокруг преобразит правый берег Красноярска. Правый берег, заслуженный правый берег, все-таки должен быть красивым и избавляться от каких-то плохих последствий индустриальной деятельности, но быть просто эстетически привлекательным. В этом смысле создание вот такого центра именно на правом берегу, я думаю, будет очень нужным для того, чтобы наш Красноярск стал почище, посветлее и попривлекательнее. Отмечу, что в нашем регионе представлено 90 национально-культурных автономий. Вот уже два года в крае существует объединение Дом дружбы народов. Оно занимает этаж одного из городских бизнес-центров. С появлением более просторных площадей, по мнению экспертов, расширится и возможности организации. На территории будут проводиться концерты, мастер-классы и мероприятия для детей. Это место станет интересным для всех красноярцев. Если мы будем помнить свое родство, свое происхождение, это ведь патриотизм сразу появляется. Потому что культура каждого народа, это обогащает каждого из нас. Жители краевого центра смогут повлиять на систему питания в школах. Сегодня запущен масштабный опрос родителей и учеников о школьной еде. Поучаствовать в опросе можно тремя способами. Позвонить по номеру, который вы видите на экране. Оставить сообщение на сайте управления образования Красноярска в разделе «Горячая линия». Или опустить записку в специальные ящики, которые уже появились во всех школах города. Специалисты предлагают горожанам оценить состав меню и качество блюд. Будут сообщить о нарушениях санитарных норм, высказать мнение о ценах на еду и о практике безналичного расчета. А также внести любые свои предложения по организации питания учеников. В Курагинском районе офицер запаса открыл клуб парапланиристов. Как обучают тех, кто мечтает бороздить воздушные просторы? Расскажем через пару минут. Из-за технического сбоя продаж билетов на первый в этом сезоне домашний матч. Хоккейного Енисея, который состоится уже послезавтра, начались с опозданием. До трех часов дня в вестибюле гостиницы «Локомотив», где сейчас расположена касса, болельщики с недоумением ждали, когда же наконец смогут купить заветный пропуск на игру. Дело в том, что произошла техническая заминка, связанная с переездом на новую площадку. Из-за реконструкции стадиона Енисей будет проводить домашние матчи на «Локомотиве». Билеты можно было взять в терминалах платежка, и несколько десятков красноярцев воспользовались этой возможностью. Чтобы не получилось так, что одно место было продано дважды, в кассе ждали данные об уже купленных талонах. Объединить информацию удалось только к трем часам. Теперь приобрести билеты можно как в терминалах и через интернет, так и в «Локомотиве» с 9 утра до 8 вечера. Их цена остается неизменной – 100 рублей. Хватить должно всем. Вместимость стадиона почти 5000 зрителей в клубе просят прощения за возникшие неудобства. И приглашают болельщиков на игру, которая состоится уже в субботу, 11 ноября, в час дня. Соперником Енисея станет уральский трубник. Для того, чтобы снять этот ажиотаж, несмотря на то, что билеты можно купить даже с мобильного устройства сейчас, мы завтра кассу спортивного комплекса «Локомотив» откроем не в 2 часа, как обычно, а в 9 часов утра. То есть в 9 часов утра те люди, которым удобно прийти в первые половины дня, они также смогут прийти и купить билет. Люди, купившие билеты в интернете, могут даже не распечатывать свои бланки, а идти с мобильным устройством. Наши мобильные устройства их поймут и пусть на стадион. Клюшку Красноярского хоккейного клуба «Енисея» могут отправить в космос. Сейчас ее готовят к передаче отряду космонавтов, которые весной отправятся на МКС. Пока груз будет храниться у Федора Юрчихина, он сам недавно вернулся на Землю с международной станции и сегодня приехал на встречу со студентами опорного университета. Федор Юрчихин отвезет клюшку с автографами игроков в звездных городов. В случае положительного решения Роскосмоса в марте 2018 года спортивный снаряд отправят на орбиту, где астронавты сыграют в русский хоккей. После полета инвентарь планируют вернуть в команду. На МКС уже много чего побывало. На МКС уже и в гольф играли, причем в гольф играли снаружи. Было и такое, много чего знаю. Несмотря на то, что родился на юге, да, и то, что многократные чемпионы России, то, что игроки «Енисея», и многократные чемпионы Советского Союза, чемпионы мира, ну, одни ломановые старше и младше, чего стоят. На встречу с Федором Юручихиным пришли студенты-участники проекта «Космическая Одиссея». Напомню, несколько месяцев три десятка жителей края проходили реальную подготовку для полета в космос. Юноши и девушки учились выживать и принимать решения в экстремальных ситуациях. Тренировали выдержку и терпение, находясь в замкнутом пространстве. Финалисты побывали в звездном городке и управляли кораблем на тренажере. После проекта его участники решили подать заявки на участие в космической программе. Возможно, эта жизнь в какой-то степени мою поменяла. Все-таки прикоснулся к отрасли и сейчас жду результатов отбора в отряд космонавтов. Мы все финалисты подали заявление. И до последнего уверенности не было, что все-таки я соберусь. Ну, собрался. Мы просто, когда вышли за ворота, с ребятами переглянулись. Ну что, подаем документ? Подаем. В Краснодарске открылась уникальная выставка моделей высокоскоростных поездов мира. Богатую коллекцию собрал молодой специалист Красноярской железной дороги. На свое увлечение он потратил уже больше миллиона рублей. Какие ценные экземпляры смогут увидеть горожане, расскажет Ольга Тишинина. Данный высокоскоростной электропоезд Тежеви Сюдест первого поколения я купил в Париже. Эта покупка была случайностью. Прогуливаясь по улицам Парижа, я случайно наткнулся на магазин. Эта модель французского поезда обошлась Максиму в половину зарплаты. Но пройти мимо он просто не смог. Слишком ценный экземпляр. В 80-е годы это был самый быстрый поезд мира. В 1981-м на трассе Париж-Лион развил огромную по тем временам скорость – 380 км в час. А вот этот состав тоже французский. Позже установил новый рекорд – 574 км в час. До сих пор его никто не побил. Максим рассказывает, Франция вообще лидер в этой сфере. И когда он сам поехал в Париж, прежде всего мечтал прокатиться на быстром двухэтажном поезде. Со скоростью 320 км в час от Парижа до Мелюза. По ощущениям, конечно, непередаваемые ощущения. Чувствуешь себя как в самолете, который идет на взлет. Даже на высокой скорости, когда поезд проходит туннели и закладывает уши в салоне. Очень здорово. Такое увлечение коллекционера не случайно. Самый железнодорожник. Его задача – следить, чтобы поезд вышел на линию в хорошем техническом состоянии. Всего у Максима уже больше сотни моделей высокоскоростных поездов со всего мира. На выставке лишь четверть. Все просто не влезли. Есть немецкий, итальянский и очень редкий японский «Синкансен» серии 0,64 года. Его еще называли «поездом пуля». Это единственная модель в России. На свое хобби Максим тратит все свои деньги и время. Один экземпляр может обойтись в десятки тысяч рублей. Сколько стоит вся коллекция, Максим даже не считал. Но признается, не меньше миллиона. Впрочем, продавать ее не намерен. За своими моделями тщательно следит. Все они на ходу. Для этого через каждые 12 часов работы приходится смазывать колесные пары. А это как раз та самая модель, с которой началось увлечение Максима. Поезд «Сапсан» самый быстрый в России. Такие ходят между Санкт-Петербургом и Москвой. Но есть у него интересная особенность. На каждом из десяти вагонов установлено специальное оборудование. Если убрать хотя бы один вагон, поезд просто не тронется с места. Свою коллекцию Максим выставляет в Красноярске впервые. Увидеть редкие экземпляры поездов может любой желающий в Музее истории Красноярской железной дороги. Вход абсолютно бесплатный. Выставка будет работать как минимум до конца декабря. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости. А в Кураге на офицер запаса собрал энтузиастов и организовал клуб парапланиристов. Пилотов летающего крыла здесь обучают бесплатно. В программе занятий наземная подготовка и умение удержать летательный аппарат и парить в небе. С подробностями Ольга Максюшина. Перед полетом смотрим направление ветра и поднимаем параплан. Главное поймать тот момент, когда ветер разгоняется по полю. Без этого безмоторный параплан просто не полетит. За плечами начинающего спортсмена Валерия Петрова подвеска. Это довольно вместительный рюкзак с запасным парашютом и прочим снаряжением. Весом от трёх до восьми килограммов. Считает себя самым зелёным в команде. Тренируется всего около двух месяцев. Он неосознанный. Первый раз всегда неосознанный. Это любой человек подтвердит. Буквально со второго, с третьего раза только что-то понимать начинаешь. Подготовка. Нужно уметь перебороть страх, если он присутствует. Боязнь высоты обязательно, чтобы не растеряться в воздухе. Принцип управления парапланом довольно прост. Пилот рулит с помощью двух специальных строп – клевант. А если уметь, то летать можно и вовсе без рук, поворачивая лишь наклоном тело. Человек полностью сливается с аппаратом и свободно парит над землёй. Большую часть времени стараются посвятить наземным тренировкам, чтобы пилот мог почувствовать крыло. До этого имел парашютную подготовку. Но парашют и параплан – это абсолютно разные вещи. Если с парашютом прыгать, это дикий ужас. Когда с самолёта выходишь, то на параплане взлетаешь с земли и одно удовольствие. И посадка на параплане более мягкая. Клуб существует уже несколько лет. Создал его офицер запаса вооружённых сил. Он собрал единомышленников – тех, кто хотел бы бороздить воздушные просторы на крыле. За это время воспитал более 70 пилотов совершенно бесплатно. Клуб существует на общественных началах. Вид спорта не дешёвый. С приобретением инвентаря и необходимого оборудования помогают спонсоры. Часть купил сам руководитель. Приходят по-разному к нам парапланиристы. Одни считают, что это продляет жизнь. У нас есть пилот, у которого стоит в сердце стенд. И после занятия парапланом у него уровень холестерина вернулся в норму. Это не более опасно, чем, например, ездить на машине. Если соблюдать параллодорожное движение, то такие люди, водители, они ездят долго и без аварии. То же самое с парапланом. Сейчас в клубе занимается более 25 курсантов. Полёты проводят в основном на открытой местности в любое время года. При этом строго следят за прогнозом погоды. Измеряют скорость ветра. Она должна быть от 3 до 7 метров в секунду. Посмотреть на мир с высоты птичьего полёта они умудряются даже зимой. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. К этой минуте у меня всё. Следите за развитием событий с нами. Своей информацией делитесь по телефону 236-0136. Комментарии оставляйте на сайте www.nisei.tv.